Всем доброго вечера! Какие друзья? Ну, Вячеслав сейчас, в конце концов, у нас вам затрон наиболее глобальное для наших проблем не русской википедии, вообще, всего семейства проектов. В том числе, он говорил о так называемой «стагнатской». Вот эта кривая, которую мы еще называем «логиста», на самом деле она описывает, Вячеслав сказал, что можно и описать и число статей, и число новичков, и число правов, что вот, на самом деле, кривая описывает не только какие-то бизнесы, конечно, и не только какие-то системы и проекты. Она описывает вообще системы, которые из хаотических приводят в какое-то стабильное состояние. Вот этот выход на плату, да, он рано или поздно случается, и если после этого, как правильно сказал Вячеслав, не происходит какой-то сориации, какой-то революции, то вот это плату может длиться довольно долго, после чего происходит обрыв. Так. Ну вот такое выступление, к концу моего выступления, наверное, конечно, почему я вернулся к этому вопросу, потому что то, что о чем хотелось бы поговорить, возможно, и может стать, если не полностью этой революции, то, по крайней мере, ее частью. Второй частью, видимо, должен стать задолженно полную, или хотя бы значительную мощность проекта викидата. Почему так? Потому что и портализация, которая будет говорить, и викидаты, это структурные изменения. Не изменение на кейсах, не излучение экономики, фонд было сильно посвящено много внимания в последние годы со стороны фонда, а структурные и принципиальные изменения. К чему приведут и какие откроют нам возможности проект викидаты пока еще рано говорить, может быть через год-два что-то может быть определенные интерфейки, статистика, да, наверное категории. Т.е. категории тоже надо забирать, во всех проектах оно разное, свое, оно нелогичное, его надо централизовывать. Ну, и так далее. Значит, в то же время мой доклад, он весьма вроде бы на частную тему, он касается портала, потому что эта тема была у моего внимания, так как тема поднимается довольно часто. В размышлении над ней пришло поводу, что она может стать толчком к новому этапу развития проекта, и что не менее важно к новому этапу развития сообщества. но сначала я расскажу немножко о том, что такое портал. Двух словах поэтому все, наверное, знают. порталы это такая обособленная объект регистрии, очень часто бывающие парными соответствующим тематическим проектам. Не всегда, но как правило. если тематический проект это часть википедии, где единомышленники собираются и координируют работу и как правило, довольно глобально, может быть и более тяги, то портал это витрина фасад их деятельности чисто содержательно. Технически это может быть не так. часто в проектах работают одни участники, порталы пишут совершенно другие. Есть даже участники, которые специально опубликают создание качественных избранных порталов. Порталы сами как и статьи получают статуски избранных на то, что это время на главной странице проекта и потом с него попадают. и больше ученики нигде не всплывают. За исключением ссылок в статьях и триггунь в статьях базовых для портала. то есть вот перед вами скриншот портал биологический раздел биологическая тема в нашем разделе вообще очень хорошо раз раз вы видите что на странице портала представлена избранная статья про чернику избранная личность с а а если не ошибаюсь а наверху видно сколько проектов порталов существует у этого проекта у этого портала там где нам заработали технология металлогия то есть биология в целом у нас очень хорошо если мы покрутим то увидим что там еще есть несколько новых статей избранных статей родственные порталы и так далее и так далее вот еще один очень качественный проект портал по хорошей теме это портал хранитехника я специально подобрал несколько чтобы вы видели что насколько разным может быть дизайн в нем есть снова общего портал живопись портал худейцы один из недавно изданных порталов портал женщина выделяется оригинальным таким дизайном в котором много иллюстративности и практически нет текста портал вот это последний портал литература который очень сильно наполненный а это загонная страница нашего проекта которое по сути тоже является портал как можно видеть сейчас идет обсуждение чтобы подписаться с ее успеть на какую тему этот портал на тему всего есть такая базовая категория всего и соответственно есть портал с порталами у нас возникали ряды проблем первая проблема ученик основных темы выделил убедить порталы мало известны даже опытным участникам порталы опрашивал ряд участников частных порядков и говорят ну да какая ссылка и есть наверное вообще здесь определяется посещание да сравним посещание с портала биологии вообще сегодня он его будет приводить как наиболее так и тем менее ста посещений в то время как посещается и биология базовая порядок выше порядка с порталами их предназначение многим непонятно почему непонятно а вообще что такое портал посмотрим есть так это главный вход большого архитектурного сооружения обычно имеющие масштабное оборудование с богатой аргументацией. Подходит нам это определение? Ну, если мы возьмем в Википедию за большое архитектурное сооружение, то портал вполне может быть главным входом. А если сооружение совсем большое, то он не один, наверное, главный вход. Ну и портал аргументации присутствует. А в нашем случае порталы не являются входами в проекты. Соответственно, в этом значении они не являются порталами. Второе значение — это крупный сайт, объединяющий различные сервисы. Что такое сайт? Ну, сайт — это, наверное, два обучения. В общем, в основном, ключевые своё доменное имя. В главной странице оно и есть. Портал в Украине. Поэтому в этом значении тоже не портал. Даже если мы не будем его рассматривать, объединяем, какие-то секции. Нет, он не сайт. Третье — это крупный снаучный портал, с первостройством пространства и времени, позволяющим навязчиво вмещаться мир с двумя точками пространства и времени. Вот это в какой-то цены слетал. Потому что мы можем поместить ссылку на портал в статье. Вот это многим не нравится. Многим по кругу этого периодически подворачиваются стычки. Кроме того, система помещения этих ссылок сейчас, она абсолютно произвольна и гранатична. Бывает, что в статье помещено 6-8 ссылок на разные порталы. Особенно хороших по кругу. Бывает, что не одно. Надо ли, не надо. Нужно ли это сделать в каком-то совсем маленьком стаде. Может быть, ограничено количество таких ссылок. В общем, все это в несобидном состоянии. Поэтому, сказать, что они выполняют эту функцию, да? Перемещение, мгновенное перемещение между двумя разными пространствами нельзя. Хотелось бы отметить, что вот разные, в общем, определения. Ну, в каждом неделе есть что-то, что к нам подходит. Для этих порталов это либо вход, либо пересечение каких-то других, например, ссылок, да? Либо это переход, между пространством. И ничего о нашем порталове такого сказать не можно, поэтому порталы не видеть, и порталы не являются. Поэтому, в общем-то, становится понятно, что, если неизвестно что, то я думаю, к ним неизвестно так, да? Многие предлагают вообще... Ну, не многие сейчас, да. Нет. Некоторые предлагают вообще им убрать. То есть, буквально, на них. Скорее, человеку. Некоторые, в этот раз, наверное, скорее многие, предлагают ограничить ссылки на них только с базовых статей. Вот как и статьи биологии, в портал биологии. И всякие другие биологические статисты тут не давали. А как будто, когда можно уходить? Только и статьи биологии. Ну и зачем? Спасибо. 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 Спасибо.